Здравствуйте! В эфире программа «Место происшествия». Сегодня мы расскажем о самых главных происшествиях Калининграда и области за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Центральный районный суд вынес приговор 5 лет и 5 месяцев лишения свободы за нападение на сотрудника колонии. Потерпевшие купили несуществующие квартиры. Суд вынес приговор лже-чиновнице. В Неманском районе наркополицейские изъяли полтонны маковой соломы. В Холенинграде в Центральном районном суде вынесен приговор 65-летнему мужчине. Он отбывал 14-летний срок за убийство. До освобождения оставалось чуть больше года. Но осужденный совершил очередное преступление. Он напал на сотрудника учреждения и нанес ему телесные повреждения. С подробностями из зала суда. На вечерней проверке сотруднику исправительного учреждения показалось, что один из осужденных находится в состоянии алкогольного опьянения. Он потребовал от него проследовать в дежурную часть. Однако в ответ мужчина напал на сотрудника колонии. Обвиняемый подбежал к потерпевшему, повалил его на асфальт. При этом нанес не менее двух ударов, имеющихся при нем лезвием от одноразового бритвенного сталка область лица. В результате чего потерпевшему были причинены телесные повреждения, где резаных ран. Суд квалифицировал действия подсудимого как применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника колонии, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Однако осужденный считает, что сотрудник учреждения сам спровоцировал его на такие действия, нецензурно выругавшись в его адрес. В результате суд приговорил мужчину к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. Только теперь отбывать наказание предстоит уже в колонии особого режима. Помимо этого ему придется выплатить потерпевшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Денис Соландин, Елена Кивенко. Специально для места происшествия. Вместо новоселья – зал суда. В Калининграде вынесли приговор 56-летней мошеннице. Желающим она предлагала купить дешевое жилье. Однако долгожданных квадратных метров никто так и не получил. Светлана Кропивницкая до сих пор не может поверить, что так легко стала жертвой обмана. С мнимой сотрудницей регионального правительства она познакомилась на заграничном курорте. Как свойственно на отдыхе мы раскрепощаемся. Я доверила, что у меня есть проблемы жизненные и мне необходимо приобрести жилье. Когда шлама открылась и сказала, что она может не помочь в решении этой проблемы, приобрести жилье. Светлана отдала подсудимой необходимую сумму денег. Однако с оформлением квартиры последней не торопилась. Когда терпение женщины кончилось, она обратилась в правоохранительные органы. Оказалось, что Светлана не единственная, кто пострадал от действий подсудимой. Лже-чиновница воспользовалась доверчивостью еще одного жителя Калининграда, опустошив его бюджет на 4 миллиона рублей. В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Однако в искренность ее слов потерпевшие не верят. Суд приговорил. Признать душ, ломать любовь к Моисеевну виновной в совершении преступления. Назначить ей наказание. Иметь лишение свободы сроком на 4 года. Собывание наказания в спрятой колонии общего режима. Кроме того, суд обязал подсудимой выплатить Светлане более 800 тысяч рублей и почти 4 миллиона рублей второму потерпевшему. Анастасия Даникова, Елена Кивенко. Специально для места происшествия. В Черняховске вынесен приговор наркоторговцам. На скамье подсудимых 30-летний житель Черняховска и 37-летняя жительница Советска. Мужчину задержали в декабре прошлого года, после того, как он приобрел наркотики для продажи. В ходе досмотра у него было обнаружено 6 доз смеси героина с карфентанилом. Одного микрограмма этого вещества достаточно, чтобы человек получил наркотическое опьянение. А несколько микрограммов вызывают смертельное отравление. Это вещество, больше известное как белый китаец, в тысячу раз превышает концентрацию героина и по своему воздействию на организм сильнее морфина в 10 тысяч раз. В ходе судебного заседания были допрошены свидетели, которые рассказали, что подсудимый предлагал им купить данный наркотик, называя его бешеным порошком. Кроме того, в ходе обыска в квартире было изъято более 8 граммов марихуаны, которые, по словам наркоторговца, он лечился от всех болезней. По данным следствия наркотики, мужчина приобретал у подсудимой. При задержании у нее изъято 157 доз героина. Приговором суда, несмотря на то, что они отрицали свою вину, они были признаны виновным в совершении преступления, им было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы Терешковой и в виде 6 лет 2 месяцев шенгелей с отбыванием наказания в справительной колонии строгого решения. Полтонны маковой соломы изъяли наркополицейские. Участок местности, на котором неустановленное лицо культивировало наркосодержащие растения опийного мака, было обнаружено в Неманском районе. Часть урожая была собрана и приготовлена к вывозу. В ходе наблюдения за этим полем оперативники увидели вот этого молодого человека. Ни о чем не подозревая, он собирал остатки урожая растений, которые, как выяснилось позже, собирается вывозить на двух машинах. Но сделать это он не успел, так как был задержан сотрудниками наркоконтроля. Любителем маковой соломы оказался 19-летний житель Советска. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, но неоднократно попадал в поле зрения наркополицейских, как наркозависимое лицо. По версии задержанного поля, засеянное маком, он нашел случайно. И в течение нескольких дней собирал растения для личного употребления. Общий вес собранного опиеного мака составил 537 килограммов, а в пересчете на сухое вещество 128 килограммов. По словам молодого человека, он хотел запастись наркотическим средством на несколько лет вперед. В качестве хранилища он намеревался использовать свою квартиру. То, что места в ней для нормальной жизни не осталось бы, его волновало мало. С этими неудобствами он готов был мириться не один год. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотического средства маковой соломы в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 4 октября днем в Калининграде на пересечении улиц генерала Будкова и набережная Баграмяна загорелся бывший жилой дом. На первом этаже здания из окна по непонятным причинам повалил едкий дым. Здание уже давно признали аварийным. Всех жильцов расселили в новые квартиры. Проходившие мимо очевидцы заметили, что из окна на первом этаже идет черный дым. Они и вызвали пожарных. Из-за чего произошло возгорание, пока не ясно. Но, по словам соседей, в этом доме живут люди без определенного места жительства. И, скорее всего, они и являются виновниками происшествия. И на этом все. Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, звоните к нам в редакцию по телефону 919404. Или пишите на наш электронный адрес канал1собакамail.ru. А мы напоминаем, что все выпуски программы «Место происшествия» вы можете посмотреть на нашем сайте. В студии была Елена Кивенко. Берегите себя и своих близких.